всем привет с вами Комаров Виталий ну опять мы я хотел поговорить как говорится о подорожании короче железо металл взлетел в цене и это кошмар какой не только железное дерево тоже взлетел в цене это просто вообще уму невозможно передать кому-либо как-то что интересно продукты подражать не в такой степени но естественно с продуктой стараются все делать как говорится экономически чтобы не будет дешевле 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 чтобы мы могли хоть что-то жрать и вот ну в наше же время сейчас говорить даже интернете как говорится нужно с осторожностью и чтобы тебя не насадили нужно говорить все в предположительной форме вот я и буду говорить все в предположительной форме как говорится выражать свою мысль в предположительной форме то есть я не знаю что там как я могу быть не прав я вообще ни в чем не прав знаете продукты ну по сравнению с металлом с деревом подражать на копейки и вот у меня складывается такое ощущение что где-то там наверху решили что продукты сильно задирать нельзя пускай хоть чего-нибудь на жрут ну а пожрать они и пожить в шалаши сумеют то есть им плевать кому-то где-то что у людей сарплата не растет вот вы знаете я вот и ролики снимаю да пожестянки и сейчас пожестянки снимать нечего люди не идут потому что цены просто и говорит зверек вот это есть пушистый писец называется вот мне снимать нечего пожестянки то я бы рад бы чё-то заснять но нечего люди не идут покупать ради видосов металл извините оценковку покупать за 2000 так-то доходов нет ни хрена доходов нет так еще что-то покупать для видосиков извините меня youtube не такой еще богатый чтобы говорит с миллионами сорить в то же время вот я хочу сказать вот цена за работу вообще она выросла на 0 0 0 процентов наверно скоро еще дешевле придется делать чем раньше хотя цена вот я не знаю как первые дни начал заниматься жестью да и вот так это несколько лет 7 назад наверно она так 7 лет не эта цена за работу так она и осталась а жрать надо а жрать придется в шалаше построить ничего нельзя то есть мне надо было навесик сделать дай ну 6 метров длина просто навес то я у меня листы ли есть мне осталось вот так проф трубу вот у меня сейчас доски есть я думаю из них вот сделать то что мне как говорится бы осталось с прошлого года вот в прошлом году из навесик вот профиль это выходил мне где-то тысяч под шесть сейчас он больше пятнашки выходит и летю в прошлом году у нас же как с каждым годом все это как говорит спрос на труд у нас все меньше 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 все дрожает 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 никому это нахрене надо как таковое вот это видит она адресована непростым людям и не компаниям которые вот это все продают мне людям которые занимаются розничной торговли это я не знаю это куда-то выше идет опять же я говорю все это в предположительной форме чтобы не кукан не всунули о чем думают интересно у нас средняя заработная плата рассчитана по потребительской казине тоже смешно да то есть вам чтобы человек жрал остальное все плевать забору вырос в цене в два раза больше чем в два раза это есть самому а цена поставить этот забор осталась такая же как несколько лет назад высок ничего не изменилось что будет дальше некоторые говорят что такая цена держаться не может должно все подешеветь ага подешевеет ну да вы что нибудь кто-нибудь помню что у нас что-то где-то когда-то подешевел и тут я не знаю это про говорят что это везде по всему миру да не знаю может быть по всему миру там и жизнь у них другая им там самим разбираться она чудил у нас как были зарплаты которые платили года три-четыре назад так они остались никому ничего не прибавили если прибавили то копейки мы же как на 500 рублей зарплату прибавили молись и говори спасибо прям падай в ноги и делай поклон мы же тебе зарплату прибавили я не знаю у меня в прошлом году я считал что у меня положение хреновое то есть я уже начал зарабатывать где-то около 20 тысяч месяцев это в сезон извините меня когда я начинал и заработал немножко другие деньги сейчас эти 20000 в месяц как я понимаю вообще не светит ни кем и никак и никому люди не могут нет покупательской способности вообще с каждым годом вот в прошлом году она упала здорово в этом году вообще покупательская способность население ноль круглый ноль что значит ноль это вообще то есть они не могут люди ничего просто как-то опять же я предполагаю я так думаю я думать могу не точно просто взяли решили людям подосрать вы знаете у нас как вот все с каждым годом говорят но пробита дно пробита чет все и трудно никак не достану тут не знаю вот это дно пробита у нас сейчас нет или еще где-то там есть дно у нас какое-то многодонье получается все загинает и загинает буквально не раком как я понимаю правительство наше этим делом вообще не занимается им это нахрен не надо люди жрут жрут с голода не мрут не мрут а проживут и в шалаше зайчев шалаши скорпалатку купим в палатке жить будем люди особенно которые все продали отложили деньги на строительство оказались в попе это конечно здорово правительству правительство просто по барабану главное чтобы люди жрали пальмовое масло чтобы больше жрали еще раз говорю я говорю в предположительной форме я не знаю точных делов вот просто мое сугубо личное мнение цены эти начали только-только дорожать это не начало это даже не середина это где-то между началом и серединой конец мы посмотрим еще чего в августе будет если конечно цены упадут это что-то будет новое в нашей россии у нас как я предполагаю многие чиновники на заднице волосы рвать начнут если цены упадут я короче я вообще я не знаю метру суду без мата мыслей как говорится нет когда я молчу я хочу что-то сказать культурных слов я особо не нахожу людей с каждым годом все больше и больше насрать у нас могут красоту навести у нас могут мост построить у нас могут все что угодно могут настолько не могут о людях думать знаете раньше был такое мнение у население деньги всегда есть и их нужно кому-то забирать но никто никогда не думал где это население должно брать деньги у нас нет предприятий это уже не один год об этом говорят у нас специалисты сторожами ездят работают строжами охранниками у нас вообще полный бардак у нас полная дичь всего никто с этим ничего не желает делать у нас могут положить дорогу для отчетности шишка проезжает надо заасфальтирует нужно сделать все гладенько все хорошо что все блестело но на людей насрать у нас могут сделать все что угодно людей насрать как бы так не было печально в африке такого даже нет я не знаю в сущности все что я хотел сказать хотелось бы ваше мнение услышать не забудьте поделиться этим видео может быть я хочу на ютубе заработаю до новых встреч